Треснула женская грудь Треснула женская грудь Если у кого-то аналогичная проблема, прошу написать в личку Коллективный иск был бы более оптимальным с точки зрения затрат на введение суда в США Потроллила троллей Самарской арт-директора и путешественницы Жени Артемьева Идите прямо из моего сада, дорогие натуралисты, пишет девушка Именно так я рекомендую отвечать всем поверхностным и злобным Особенно, кого не спрашивали Устала наблюдать эти желчные мнения вокруг Раскопать недостатки и обесценить достоинства можно в любой женщине Но никто не имеет права доставать свою лопатку в чужом саду Особенно, если понятия не имеет, откуда корни этих верхушек Как интересно было узнать о значении голубого цвета психологии, пишет Поля Полякова, супруга депутата Госдумы от Самарской области Александр Хинштейна Актриса, певица и продюсер, оказывается, этот цвет креатива Доказано, что он активизирует мозговые центры, настраивая их на процесс обучения Синий голубой цвет психологии считается призывом к поиску себя, истины и к анализу Другими словами, это тон осознанности, ясности и интеллекта Голубой цвет считается бездонным Он затягивает и привлекает к себе внимание При этом он не поглощает смотрящего полностью Как происходит, например, с черным или красным цветами Самарская злая ведьмочка Селездар пишет про прелести безымянки Говорит, у нас из окна красивый вид, иронизирует девушка И лично мне, вот интересно, как не быть чернушным, когда ты здесь родился и вокруг все чернушным Русские страшилки одни из самых страшных, потому что у нас, черт возьми, даже просто на улице без исходных И можно много бухтеть, что отсюда нужно свалить, да поживей Но ты повсюду будешь возить с собой чернушную безымянку Даже если в твоем городе этот район называется по-другому Я просто говорю о том, что невозможно и неправильно избавляться от шрамов, нанесенных судьбой Их можно только носить И обязательно с воинской гордостью, как и подобает самураю Можно ли жить за городом, в собственном доме и не отказывать себе в удовольствии иногда поработать? Правильный ответ – да Тем более, что сфера деятельности Натальи Полукаровой к этому располагает Она персональный турагент Помимо профессионального контента, связанного с путешествиями, Наталья делится со своими подписчиками Положительным опытом проживания в поселке Моя Ильинка, что в 13 километров от Самары Пожалуй, самый душевный пост Новогодняя фотосессия в собственном доме Уютные домашние интерьеры, фэмили-лук, новогоднее украшение гостиной Фотографу удалось передать атмосферу абсолютного счастья за городом отдельно взятой семьи Ну, а если поработать можно и летом, сидя на лужайке перед домом Кстати, близость поселка Моя Ильинка к природе обязывает поездкам на лошадях по выходным И активному отдыху на природе А вы не желаете сменить квартиру на жизнь в коттеджном поселке за городом? Очередными мимичными фото порадовала подписчиков самарская адвоката Екатерина Сакирская Которая больше известна под фамилией Пузикова Именно эта красивая и хрупкая девушка много лет отстаивала свою невиновность в борьбе с судебной системой Всех со вторым намеком на снег дождались, пишет Катя Неделю назад, когда разговор заходил про снег, я говорила Нет, пусть будет такая зима без снега, удобно ведь Нет пробок, проблем с парковкой, и на каблуках можно бегать, не увязая в сугробах Но сегодня, хоть и слабенько, он немного выпал И я поняла, что все-таки его очень не хватало А вместе с ним, при новогоднем настроении, скрипы под ногами, снежных горок, снеговиков и еще многих приятностей И пусть будут пробки, неудобная парковка и сугроб Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров занялся продвижением региона Долгое время Самара была закрыта для гостей, но время не стоит на месте И сегодня гуляющие туристы – привычные явления для города Пирска, глава региона В прошлом году губернию посетили более миллиона человек Только на чемпионат мира 2018 года приехали болельщики из 140 стран Самарской области известны своими достопримечательностями, живописными Жигулевскими горами, Самарской лукой с многочисленными туристическими маршрутами, центром города с самобытной архитектурой Губернатор предложил поучаствовать в всем желающим в конкурсе «Мастера гостеприимства», в котором нужно рассказать о красотах области Победители смогут выиграть сертификат на обучение в программе MBA в Сколково и стажировку ведущих туркомпаний На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно, так же, как и героям этого выпуска Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма С вами была я, Таня Викметова. Увидимся! Радио Монте-Карло Музыка мирового класса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова